Мы должны знать, что такое судьба, знать, как она действует и понимать, что есть общий метод победы над судьбой, а есть частности какие-то. Общий метод такой. Есть наш организм, физическое тело. Мы знаем, что нужна аскеза, чтобы быть здоровым. Некоторые люди уже начали это применять и стали уже здоровее. Я вам сказал, что есть батарейка у нас, батарейка, которую надо заряжать. Она заряжается с помощью поста, с помощью непрерывного движения и с помощью статических упражнений. Зарядается батарейка, если все это еще совмещает с природой. Допустим, вы не можете статические упражнения на природе делать, но можете потом погулять просто. Нужна природа еще, потому что сама по себе организм заряжает с помощью природы. Если же, допустим, вы заряжаете батарейки хорошо, что болезнь осталась, это значит, что не хватает баланса в организме. Баланс в организме уже несложно сделать с помощью лечения травами. Допустим, корни активизируют организм. Простые травы успокаивают, снимают воспаление. Корни убивают инфекции. Цветки трав на гормоны влияют, на нервную систему и так далее. То есть, есть акупунктура, которая лечит нервную систему, болевые какие-то состояния. Есть гомеопатия, которая нервную систему лечит. Есть очищающие методики. Допустим, кровь очищается с помощью пиявок. Пиявок, иммунитет усиливается с помощью пчел. Дальше ослабительные расслабляют человека и клизмы тоже. Есть масляные массажи, которые выводят токсины из организма. Методики по очищению печени с помощью масел и всего прочего. Будьте крайне осторожны, этого не надо делать. Это очень опасный метод. Если вы там масло с лимоном пьете, чтобы из печени камни вышли. На самом деле, это все обман, потому что эта комбинация масла с лимоном, она просто создает конгломераты в кишечнике, которые потом вы и видите. Чтобы вы знали, камешек, чтобы вышел из печени, он должен пройти через канал, который толщиной 0,3 мм. То есть, даже если 0,4 мм камень пойдет, вы будете просто визжать. А вот такие вот сгустки выходят, если человек пьет масло с лимоном. Эти сгустки образуются в кишечнике, благодаря этой комбинации масла с лимоном. То есть, не надо это все пить, это все вам не поможет. Просто простой пост гораздо лучше очищает печень на воде, чем все вот эти очищающие, желчегонные средства, это все очень... Ну, желчегонно попить хорошо, там лимончик по утрам с водой, тепленькой водой, это нормально. Очищающий метод, а также кефир на ночь, человек кефир на ночь пьет, у него очищение организма начинается, у него слабит стул там и так далее. Все это нормальные методики, но если вы не делаете вот то, что я сказал, контакт с природой движения, статика и пост, то тогда ваши батарейки не заряжены, разряжены, и лечение вам не поможет. У меня часто бывает так, что мои пациенты лечатся у меня, и в какой-то момент им перестают помогать, потому что количества движений не хватает на расход энергии организма на лечение. В результате человек не может почувствовать результаты лечения. Потому что ему недостаточно нагрузки. Все. Что и требовалось доказать? Без собственных усилий человек ничто не поможет, даже очень сильные методики. Это тело. Теперь давайте разберемся все-таки с нашей жизнью. Для этого надо знать, что точно так же, как человек питается природой, так наша социальная жизнь, общественная жизнь, отношения с людьми питаются энергией чистоты в людях. И для того, чтобы эту чистоту в людях получить, нужно заставить себя для них что-то делать хорошее. Женщина для того, чтобы быть замужем, выйти замуж, она должна учиться заботиться о людях. Понимаете, что такое заботиться? Делать так, чтобы людям было комфортно, приятно. Можно заботиться о родителях. Можно заботиться о подружках. Можно заботиться вообще в целом о людях там, где можешь. И если женщина вот так активно себя ведет, она о всех заботится, она копит силу на замужество. Потому что в это время у нее увеличивается энергия красоты и влиятельности. И это тоже чувствуется сердцем. Допустим, если женщина не хватает этой энергии, она чувствует себя одинокой, несчастной. И чувствует несправедливость в жизни, что она не чувствует счастья, ей тяжело, одиноко. Такая вот у нее жизнь. Но если она заботится достаточно сильно, то она уже перестает чувствовать себя одиноко, потому что люди благодарны вокруг ей, звонят, ее любят там и так далее. У нее начинают с людьми правильные отношения. На следующей стадии она неожиданно вдруг замечает, что ей так хорошо жить, ей уже не хочется особо замуж, потому что она всех любит, обо всех заботится. Очень сильная внутренняя позиция жизненная. И в какой-то момент она чувствует себя уже все нормально. То есть она не чувствует, что ей надо вообще замуж даже. Поднимите руку вот, одинокие девушки, у кого, кто достиг из вас такого состояния, что вам уже особо и не надо. Все вы, кто подняли руки, уже можете выйти замуж. Это как раз та стадия, когда девушка становится такой влиятельной, такой сильной, что в ней находится близкий человек. Понимаете, во всем есть закономерности. То же самое, допустим, парень, допустим, он нет работы, нет возможности где-то устроиться, нет денег. И он просто идет и работает там, где Бог дал. Денег мало, соответственно. Его цель стать сильным. То есть он начинает просто с любовью трудиться, его задача научиться оторваться от этой мысли, что мне денег надо больше. И просто людям добро делать через свою работу, всем помогать. Вот так настроиться очень сильно. Я всем помогаю, я всем служу своими деньгами. И при этом стараться очень хорошо относиться к людям. И когда человек, мужчина доходит вот это вот состояние, что ему и так нормально жить, у него как бы все классно. Он любит работу, любит людей вокруг. И у него все стабилизируется. С этого момента у него начинается рост в этом вопросе. И у него начинаются предложения о более лучшей работе, с лучшей зарплатой. И у него появляется устойчивость. И если мужчина чувствует себя, что как-то ему в жизни тяжело, у него работы нет, как-то он чувствует себя слабым, несчастным, то это значит, что у него на это нет сил. Это значит, что он аскезу свою силу не вложил в то, чтобы быть комфортно. Если человек считает, что у него недостаточно высокое социальное положение в обществе, он должен учиться служить старшим, уважать своих родителей, служить начальству, уважать его, служить государству, уважать правительство. И должен вкладывать в это свою психику, пытаться понять, за что уважать старших вообще в принципе. Потому что большинство людей даже не понимают, за что их уважать. Они не понимают, что уважают старших за то, что Бог их сделал старшими. Вот родителей надо уважать просто за то, что они дали тебе жизнь. И всю жизнь ты должен за это их уважать. Если ты этого не делаешь, Бог отнимает у тебя определенную часть силы, связанную с твоим положением в обществе. Если ты не уважаешь свое начальство, ты говоришь, что они обманывают, воруют там. Это их испытание, это их проблемы. Бог поставил их старшими, и через них Бог дает тебе средства на жизнь. Если ты не уважаешь этого, ты никогда не будешь подниматься по социальному положению в обществе. И никогда не будешь иметь такое положение, чтобы больше ответственности в жизни было, больше возможности иметь средства на жизнь. Больше власти. Если человек следит очень внимательно за тем, как посылает ему судьба людей, которые в чем-то нуждаются. Это большая удача, когда кто-то рядом с тобой находится, тот, кто в чем-то нуждается. Люди начинают брезговать этим сразу. Они чувствуют мне неприятно, что кто-то в чем-то нуждается, на моих глазах рядом находится. Но если судьба посылает вам, тех людей, которые все-таки нуждаются, допустим, их надо подкармливать, или помочь с лечением, или помочь еще с чем-то, вот они нуждаются в чем-то, или муж бросил, надо успокоить, помочь. И вы знаете, что от вас это требуется, но не делайте это. Значит, вы накапливаете на себя беду. С другой стороны, если человек нуждается, и вы помогаете ему, и ищете нуждающихся вокруг себя, начинаете активно искать, кто нуждается, помогаете больше, больше людям, больше помогаете, то в этом случае вы коплите силу удачи. Если вы всем вокруг помогаете, и все счастливы вокруг вас, то удача становится бесконечно сильной в вашей жизни. И если, не дай бог, у вас появится какая-то нужда, неважно какая, немедленно Бог будет помогать вам во всем. Например, вы остаетесь без мужа, Бог помогает, вы остаетесь без денег, Бог помогает, вы остаетесь без квартиры, Бог помогает. Какая бы беда ни пришла, все время придет помощь. Поэтому человек, который помогает другим людям, постоянно так живет, он становится сильным в удаче в своей жизни. Мы говорим с вами об отношениях с людьми. Если вы пытаетесь дать возможность вашему ребенку, жить так, как он направлен сам в жизни, не как вы хотите его, кем вы хотите его сделать, а кем он сам должен стать, то Богу это очень нравится. Если вы будете очень сильно заботиться о младших, именно в том плане, что вы ведете себя строго с ними, но не балуйте, и с другой стороны не зажимаете его инициативу, его возможность развиваться, то в этом случае Бог также будет вас развивать и не будет зажимать вашу инициативу в жизни. Старшие также будут заботиться о вас внимательно и строго, давая вам развитие. Если же вы зажимаете своих детей и требуете от них то, что вы хотите, а не то, что они должны в сердце развить себе, не даете им это понимание, а просто требуете быть такими, как вы хотите, то тогда и старшие вас будут зажимать и не давать вам жизни, и не давать вам возможность быть такими, как вы хотите.